А гуманитарно-технический колледж Петропавловска отметил 85-летие. В честь юбилея лучшим преподавателям вручили нагрудные знаки почетный работник. На торжестве побывала моя коллега Гульнара Кали. 20 ноября 1930 года на базе Русского технического общества был создан Ленинградский механико-конструкторский техникум. 85 лет назад за его парты сели первые студенты. Тогда здесь готовили специалистов для военных заводов. В 1942 году учебное заведение эвакуировали в Петропавловск. Мы отдаем дань уважания нашей казахстанской земле, когда в невероятно трудное время тогда было. Ведь они приняли, приняли студентов, не было общежития, жили в казахских семьях. С тех пор учебное заведение пережило несколько преобразований. Колледж смог сохранить свои традиции и историю. В честь его 85-летия здесь чествуют лучших педагогов. Труд каждого отмечен грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками почетный работник ГТК. Вручают их, кстати, впервые. Идея учредить такую награду принадлежит руководству колледжа. В числе почетных работников теперь и преподаватель казахского языка Ак-Нур Базарбекова. Мне нравится мой колледж. Это родной колледж, я хочу сказать. Потому что и преподаватели, и руководители очень поддерживают во всем отношении. Наградили и работодатели. Сегодня выпускники колледжа трудятся практически на всех заводах Петропавловском. В их числе АОМ «Наймаш». Предприятие приняло 29 воспитанников данного учебного заведения. Нареканий, каких-то замечаний по работе на сегодняшний день практически нет. Все обучаем ребят, где-то, если необходимо, дополняем, отправляем на курсы. Образование в гуманитарно-техническом колледже сейчас получают порядка 800 студентов. Это будущие технологи, техники, автомобилисты, машиностроители. Всего 16 специальностей. Хоть я на первом курсе, мне очень нравится здесь учиться. Очень весело, преподаватели очень хорошие, дружные. Много интересного и многое получило знаний, поступившись в этот колледж. Гордиться колледжу есть с кем. Выпускники трудятся на разных предприятиях Казахстана и России. За 85 лет здесь подготовили более 50 тысяч квалифицированных специалистов.